Добрый день! В прямом эфире новости Афонтова в студии Елена Шабанова. Центробанк повысил ключевую ставку на 0,25%. Это означает, что совсем скоро увеличатся ставки по кредитам и по вкладам. А мы начинаем наш выпуск традиционно с анонса главных тем выпуска. Противоречит генплану, но никому не мешает. Кому-то нравится это, кому-то нет. В принципе, как и во многих городах, бывают выступления против. В мэрии прокомментировали разрешение на строительство Макдональдса на разделительной полосе, а инвестор рассказал о других планах. Сделали подарки и пришли в гости. Дед Морозов становится все больше. К нашей акции присоединились новые волшебники. Вместе мы поздравим с Новым годом одиноких бабушек и дедушек. Николай Алюнин готовится к новой операции и строит планы на новые встречи с товарищами по сноуборду. Приду голодный безумно, просто буду рвать и метать. Это так оно и точно есть. Ну, пусть думают, пусть боятся. Сегодня наконец-то стало известно, сколько мы будем платить за вывоз мусора. Итак, тарифы следующие. 80 рублей для жителей Левого берега, 88 для жителей Права, для частного сектора 125 и 137 рублей. И все это с человека. Отмечу, что новая строчка в платежке появится у красноярцев уже с 1 января этого нового года. Все дело в том, что в силу вступает федеральное законодательство. Теперь мусор должен вывозиться только на специальные полигоны, где его будут сортировать. Однако, по факту, сейчас возможность для сортировки есть только у регионального оператора правобережья. А на некоторых территориях в регионе и вовсе будут собирать мусор по старинке, а вот платить по новому. Отмечу, что для жителей Края тарифы будут от 100 рублей до 200. Дороже всего изменения в законодательстве обойдется жителям Крайнего Севера. Тариф заложен в соответствии с территориальной схемой, то есть объемы взятой из территориальной схемы. Собственный расход регионального оператора, полигон, куда будут возить стоимость полигона, захоронение. Ну и, конечно, самая основная транспортная составляющая. У нас сортировка пока есть не у всех региональных операторов. И сегодня новые тарифы мы обсуждали в студии Афонтова. Министр экологии Края, общественники, краевые и городские депутаты, а также представители компании «Оператор» говорили о том, что еще необходимо сделать, чтобы люди получили не только новые тарифы, но и качественно новый уровень обращения с твердыми бытовыми отходами. Хотя, конечно, размер оплаты и возможность сэкономить – самая острая тема. 120 рублей плачу, буду платить примерно 600 рублей. У меня 6 человек прописано, у меня большая семья. Выписывайте половину. Чтобы плата стала меньше, надо, чтобы управляющие компании в начале года снизили размер тарифа на содержание. И мы мониторили ситуацию в тех регионах, где уже эта реформа началась. К сожалению, не везде это произошло. И людям приходится обращаться в надзорные органы, людям приходится обращаться где-то даже в суд. Чтобы перераспределить средства, нужно собрание. А чтобы просто снизить, собрание не нужно. А в будущем мы планируем на первом этапе вводить двойную систему сортировки в два бака. Это отдельно пищевые, все то, что можно переработать. Правый берег, многоквартирный дом, 87 рублей 51 копейка. Вы ко мне приходите, я говорю, я буду на два бака сортировать. Ну, весь дом я так, я весь дом буду. Сколько вы с меня будете брать тогда? Ну, это еще нужно рассчитать. Ну, планируем, что где-то около 30% снижения будет. Та часть населения, которая особенно малообеспеченная, это многодетные семьи. Вот на них скажется реформа. И на самом деле та доля социальной поддержки, которая на сегодняшний день предусмотрена, но она мала, она не покрывает тот уровень роста, который на сегодняшний день есть. Часть платить не будет, вы считаете? Я думаю, да. Ток-шоу «Место встречи», посвященное мусорной реформе, смотрите на Афонтово в воскресенье в 21.00. И сегодня же городские чиновники и депутаты обсудили тариф на проезд в общественном транспорте. Правда, с самых первых минут встречи выяснилось, что чиновники мэрии, ни чиновники мэрии, ни сами народные избранники повлиять на тариф не могут. Это полномочия Краевого министерства. Тем не менее, оставаться в стороне представители городских властей посчитали невозможным. Поэтому подготовили в адрес краевых властей письмо, в котором предложили не ограничиваться простым повышением тарифа, а решить проблему комплексно. Например, посчитать, сколько зарабатывают или теряют перевозчики при существующем тарифе, чтобы разговаривать с ними о стоимости проезда более предметно. Ну, странно, что этого еще до сих пор не было сделано. Есть идея создать муниципального оператора, которому будут поступать все сборы с пассажиров, и который будет платить перевозчикам, исходя из количества и качества выполненной ими работы. Ну и так далее. Все предложения будут направлены в Министерство транспорта. Хотели бы, чтобы край понимал, что просто так взять и решить эту проблему повышением тарифа на перевозку не нужно. Нужно проводить комплексную и оценку, и проводить комплексные мероприятия по проведению тех действий, которые позволят как можно меньше увеличить этот тариф. В Министерстве транспорта пообещали решить вопрос с тарифом до конца года. Работа над этим идет, но в какой она стадии, не пояснили. Хотелось бы напомнить чиновникам, что до конца года осталось вообще-то две недели. Сегодня же в мэрии прокомментировали строительство Макдональдса на разделительной полосе улиц Авиаторов, которую на днях одобрил глава города Сергей Еревин. Согласно генплана, на месте ресторана быстрого питания должна быть многоуровневая развязка и трамвайная линия. Против строительства ресторана на этом месте выступили депутаты городского совета. Тем не менее, решение было принято в пользу Макдональдса по ряду причин. Во-первых, строительство развязок в ближайшей перспективе не планируется, а содержать такой большой газон городу накладно. Во-вторых, закон не запрещает строить на этом месте ресторан, предназначенный для автомобилистов. И в-третьих, по словам чиновников, ресторан займет лишь 450 квадратных метров площади и не будет мешать ни движению по улице Авиаторов, ни реализации генплана. Он должен располагаться таким образом, что в случае необходимости реализации генерального плана по генеральному плану многоуровневых развязок, чтобы он не препятствовал созданию многоуровневых развязок. Это первое было в техническом задании. Второе, чтобы он не препятствовал развитию трамвая, когда мы будем создавать трамвай тоже согласно генерального плана на этом земельном участке. Чтобы объект был вписан таким образом, чтобы не мешать ни одной из перспектив развития на этом участке. Также в мэрии прокомментировали информацию о расторжении договора с компанией Инфоком, которая обслуживает платные стоянки на центральных улицах. По словам Логинова, эта информация преждевременно. Расторгать договор с Инфокомом бессмысленно, потому что нет ничего, чем можно было бы его заменить. А бросать проект платных парковок на самотек в мэрии не будут. Сейчас главная проблема – это отсутствие юридической базы, которая позволит моментально собирать штрафы с нарушителей. Сейчас в мэрии как раз занимаются разработкой законодательства. Кто может прийти на смену компании Инфоком, не сообщают. Без законодательства, соответствующего, которое бы позволяло автоматически выписывать штрафы, мы уже работали. И сегодня обвинять одну компанию Инфоком, что вот они неэффективно работают, наверное, тоже нельзя. Потому что для того, чтобы работать эффективно, надо иметь полную законодательную базу. Поэтому не будет законодательной базы. Как бы ни называлось это учреждение, компания, как бы ни называлось это МКУ или еще как-то по-другому, эффект этой работы будет точно такой же. И возвращаясь к теме Макдональдса, сегодня наш корреспондент встретился с руководителем строек сети быстрого питания. По его словам, говорить о новом ресторане на авиаторах еще слишком рано. Я думаю, что о размещении именно Макдональдса на этом месте пока еще преждевременно говорить. Не скроем, да, там работа ведется нашими партнерами из мэрии. Вот, ну, пока еще, я говорю, рано это комментировать. Ну, пока еще в работе эта площадка. Не сто процентов, что там будет Макдональдс? Ну, сложно еще пока это сказать. Для города это есть и имиджевые, да, там какие-то вещи. Плюс все-таки компания Макдональдс один из крупнейших работодателей. Да, и наши проекты как раз дают работу в том числе и молодежи, да, там студентам, кто хочет зарабатывать деньги, но, к сожалению, по тем или иным причинам там не может найти себе работу. Мы с радостью у себя примем. Первый ресторан всемирно известной сети на перекрестке Молокова и Шахтеров откроется уже на следующей неделе. В канун Нового года запланировано открытие Макдональдса на улице Перенсона. И еще две точки откроют двери к универсиаде. Сегодня нам также удалось подглядеть меню будущего ресторана. Правда, пока там нет самого главного – бургеров. Так, самая дорогая позиция – большой завтрак стоит 156 рублей. Десерт обойдутся примерно в 100 рублей, как и напитки. Картофель фри в районе 50 рублей. И столько же стоит чай. Похищение Европы теперь красуется на другой стороне предмостной площади. Фонтан установили напротив ресторана «Пиплс». Также и само пространство возле статуи существенно преобразилось. Здесь установили скамейки и стильные фонари. Перенесли пешеходную зону подальше от проезжей части. Также уложили свежую брусчатку. Особенно удивит красноярцев плитка возле самого фонтана. Здесь она синего цвета, символизирует енисей. А причудливые скамейки – это бревна, плывущие по реке. Отмечу, проект реализован за счет инвестора компании. Стоимость реализации около 30 миллионов. В мэрии обещают, к лету все это заиграет по-новому. Самое главное – заработает фонтан. Кстати, его не планируют огораживать. В ближайшее время основные строительные работы будут завершены. При этом у нас еще остаются вопросы озеленения, еще остаются вопросы кое-какого наведения лоска. Но в целом город получает еще одну интересную площадку. При этом удалось вопросы приведения общественного пространства совместить и с вопросом сохранения нашего одного из интереснейших, по моему мнению, объектов. Почти на 150 рублей подорожал условный набор продуктов для новогоднего стола. Красноярские статистики посчитали, что в этом году продуктовая корзина для семьи из трех человек обойдется в 5229 рублей. Тогда как в прошлом году аналогичный набор продуктов стоил 5098 рублей. Больше всего за год подорожало мясо птицы и яйца сразу на 24%. Сейчас один килограмм кур в среднем можно купить за 165 рублей. Десяток яиц обойдется почти в 60 рублей. Свежие овощи подорожали на 17%. Средняя цена на огурцы и помидоры 140 рублей за килограмм. Вырос в цене и хлеб на 10,5%. 75 рублей – это полторы булки. Вот такой деликатес, как икра, наоборот, подешевел. За 200-граммовую баночку лососевой икры, по мнению статистиков, производители просят 688 рублей. Снизились в цене и фрукты. Так, например, один килограмм бананов можно купить за 79 рублей. А вот сыр обойдется покупателю в 250 рублей за полкилограмма. В условный набор продуктов для новогоднего стола также входит сливочное масло – 113 рублей, бескостная говядина – 459, картофель – 24 рубля за килограмм, полкилограмма шоколадных конфет – красноярцу обойдутся в 329 рублей. Отечественное шампанское – 285, коньяк – 753 рубля за 0,5 литра. Мы сегодня обсуждали эту статистику в редакции и пришли к выводу, что экспертам надо чаще пользоваться акциями в крупных супермаркетах, где все перечисленные товары можно периодически купить дешевле. А прямо сейчас афиши на выходные. Они, по прогнозам синоптиков, будут теплыми. Как с пользой провести время, расскажет Екатерина Деревянко. Встретить субботнее утро предлагаем заповедники Столбы. В 10 часов утра от остановки поселок Базаеха стартует туристическая прогулка к скальному массиву Воробушки. Сразу предупреждаем, маршрут нелегкий – несколько километров по глубокому снегу и крутому подъему. Одеваться советуем по погоде. Обувь должна быть обязательно на рифленой подошве. Собой рекомендуем захватить туристические бахилы, запасные носки, горячий чай и бутерброды. В 10.30 в Девногорске состоится праздничное открытие горнолыжного сезона. В программе маскарад, фотоквест, катание на хаске и заезды на снегоходах. В конце вечера запланировано световое шоу. Несколько человек спустятся с горы с огнями. Вход на праздник свободный. В 16 часов горожан приглашают посетить концерт Красноярского духового оркестра. Солисты исполнят узнаваемые джазовые композиции Ирвинга Берлина, Глена Миллера и других. Также прозвучат аранжировки народных песен и классических произведений. Концерт пройдет в Институте искусств. В субботу хоккейный клуб «Сокол» примет на своем льду команду «Челмет» из Челябинска. Игра будет проходить в рамках чемпионата высшей хоккейной лиги. Сейчас наша команда находится на 13-й строчке в турнирной таблице. «Челмет» на 12-м месте. Начало матча в 17 часов. Перерыв между периодами среди зрителей разыграют подарки. В праздникских кинотеатрах в прокат вышел фильм «Аквамен». Это история о супергерое из вселенной комиксов DC. Действие картины разворачивается в подводном мире Семи морей. Главный герой – получеловек-полуатлант Артур Карри. Ему предстоит не только столкнуться с самим собой, но и выяснить, достоин ли он быть царем. Необычная экскурсия «Берт-вотчинг» пройдет в воскресенье в Студгородке. На ней горожане прогуляются по аллее кормушек и узнают интересные факты о птицах, которые обитают в нашем регионе. Специалисты расскажут, как пернатые выживают зимой в дикой природе и как им можно помочь. Продолжительность экскурсии – два часа с бортгруппы на остановке «Гастроном». В Театре Пушкина премьера спектакли «Опасные связи». В центре сюжета – амурные похождения Виконта де Вальмона, интриги и много фривольных сцен. Зрителя ждет красивый спектакль с возрастным цензом 18+. Екатерина Деревянко, Афонтова новости. Николай Алюнин готовится к новой операции. Когда он планирует встать на сноуборд и почему он называет себя голодным, расскажем после рекламы. Вы смотрите новости, мы продолжаем. Сегодня в Красноярске состоялась Олимпиада для приемных семей. В конкурсе, который проходит в 16-й раз и уже стал доброй традицией, приняли участие 14 семей из разных регионов края. Всего 14 семей, но это 150 человек. Только представьте, Екатерина Усатенко с подробностями. И так может быть только в приемной семье. За 4 месяца 4 ребенка. Сегодня они исполняют частушки, декламируют стихи, показывают презентации и рассказывают о своих победах. Истории этих семей во многом похожи. Взяв ребенка из детдома, они уже не могут расстаться. Так случилось и в семье Науман. Их первые усыновленные мальчишки уже выросли и ушли из родительского гнезда. А в 2017-м они снова взяли четверых парней из Сосновоборского детдома. Мы храним в своем сердце. Мы все. И каждая из нас – мама. Любимая мама. Дороже нет в мире для нас. Зайцевы стали многодетными в 2014-м. В семье двое приемных детей и трое родных. Приемной мамой Татьяна стала потому, что считает помощь детям-сиротам смыслом своей жизни. Согласно с этим и самая многочисленная семья конкурса – Ахметовых. Говорят, многодетность – это не обуза, а образ жизни. По примеру, родителей пошла и старшая дочь. Она уже тоже стала приемной мамой. У этих ребятишек главная мечта сбылась – появилась семья. Поэтому теперь можно и о чем-то другом помечтать. Например, о взрослой жизни. Когда я вырасту, буду готовить зареные яйца, плов, сослыки готовить. Александр и Наталья Аленкины тоже мечтают. Сейчас в их семье четверо детей. Из них двое приемные. Это у нас две девочки приемные. Старшая Вероничка у нас в 16-м году в нашу семью вошла. Маленькая Вероничка, Вероника Игоревна. Я не знаю, какое количество у нас будет, но пока у нас вначале вдвое девочек. Я вообще как бы в семье одна и всегда мечтала о большой семье. Главная цель этого большого семейного праздника, который уже стал традицией, чтобы как можно больше детей обрели маму и папу. Когда был первый такой конкурс, в детских домах проживало свыше 8 тысяч детей-сирот. В настоящее время таковая цифра – 2 тысячи. И низкий поклон, и дай бог здоровья тем людям, тем родителям, которые берут детей из учреждений внесемейного воспитания и дают им домашний очаг. Сейчас число семей, принявших детей из детского дома, увеличилось в два раза. Счастье обрели более 12 тысяч детей. Организаторы уверены – дети из детдома, которые выступали сегодня, уже в следующем году будут участвовать в конкурсе уже в новом статусе. Екатерина Усатенко, Евгений Иванов, Афонтова. Новости. Четыре дня осталось до окончания нашей самой доброй и теплой акции «Я, Дед Мороз». С вашей помощью мы готовим подарки для одиноких бабушек и дедушек из пансионата в Солнечном. Сегодня у нас двойной десант. Ребята из Центра доверительного воспитания «Барабулька» и ученики 143-й школы. Знакомьтесь с нашими маленькими Дедами Морозами. Я вот сюда вот поставлюсь. Вот они – озорные и проворные «Барабульки». Ребята из трех детских садов, объединенных Центром доверительных форм воспитания «Барабулька», под Афонтовской елкой располагают свои подарки для бабушек и дедушек. А потом все вместе отправляются на экскурсию по нашей телекомпании. Мы очень любим, когда к нам приходят дети. Так, вот где это все снимают. Вот именно. Вот такой магазин. Я тоже такой шифон. Видела? Вот точно, точно. Наша утренняя звезда Алексей Фербицкий рассказал, из чего делает сам магия телевидения. Как ведущий запоминает огромные тексты и предложил старшим девчонкам попробовать себя в роли новостных ведущих. Казалось, это очень сложная работа. А ребята пообещали вернуться на Афонтово в следующем году, потому что им очень понравилось быть Дедами Морозами. Ну, это очень интересно, потому что я люблю готовить подарки, наверное, больше, чем их получать. И как-то интересно, что ходишь и думаешь, нет, вот это вот лучше нет, ну, может, лучше вот это, это больше понравится. Рына, зачем? Чтобы им было приятно, тепло на душе. Так, а еще? Карина? Чтобы они не чувствовали себя одинокими. Очень хорошо. Чтобы они не крутили. Правильно. Чтобы их кто-то любил. На каком же еще уроке говорить о добром и вечном, как не на литературе? У ребят и внеурочно уроки добра. Младшая школа в 143-й очень готовилась и собирала подарки для одиноких бабушек и дедушек из пансионата в Солнечном. И открытки дружно мастерили, и за сладким в магазин вместе с родителями бегали. Этим мы поздравляем других, дарим им тепло, радость. Мы хотим сделать добро бабушкам и дедушкам. Чтобы у них тоже было счастье. Ну, им весело, чтобы было. Им никто подарки не дарит, а мы хотим подарить. Поздравляю с Новым годом, желаю здоровья, счастья. С Новым годом, с новым счастьем! Клавдий Селимахович, Сергей Кашин, Афонтова новости. Николай Алюнин перенес еще одну операцию, но уже к весне планирует встать на сноуборд. Об этих и других новостях спорта в материале Антона Соркина. Голодный до побед. Николай Алюнин не оставляет надежд вернуться в большой спорт. Не так давно в Германии сноубордист перенес третью операцию на ноге. Напомним, тяжелую травму спортсмен получил на Олимпиаде в Пхенчхане. В скором времени ему предстоит еще одно хирургическое вмешательство. Я приехал в Германию еще раз, мне вытащили металл, поправили колено. И сказали, что одну металлическую конструкцию они вытащили, вторую нет, потому что одна кость, большеберцовая кость, она не зажила. Консолидация еще не до конца произошла. Я, конечно, сильно расстроился. Лежа в палате, я это слушаю, что нужно еще раз к ним приехать, еще раз сделать операцию. Еще у меня порванная крестовразная связка полностью. Несмотря на затянувшееся лечение, Николай не опускает рук. В случае удачной реабилитации встать на сноуборд он планирует уже этой весной, недвусмысленно намекнув топовым сноубордистам, к чему им готовятся. Приду голодный безумно, просто буду рвать и метать. Это так оно и точно есть. Ну, пусть думают, пусть боятся. Подробный разговор со сноубордистом, в том числе и как ему пришлось искать деньги на операцию, и чем планируют заняться в случае завершения спортивной карьеры, смотрите в ближайшем выпуске большой спортивной программы. Во вторник, 18 декабря. Волейболистки Енисея в шаге от завоевания Кубка России. В полуфинальном матче турнира Красноярки в четырех партиях победили одного из грандов российского волейбола «Динамо-Казань». Сегодня ночью по красноярскому времени состоится финал. В Калининграде за трофей Енисей поспорит с действующим чемпионом страны, московским «Динамо». Хоккейный «Сокол» продолжает громить соперников в «Кристалл-арене». Накануне красноярцы нанесли крупное поражение «Горняку» из Башкоркастана. Только додавить соперника сибиряки смогли лишь в заключительном периоде. После 40 минут игрового времени счет на табло был равным 2-2. Ну а в третьем игровом отрезке «Сокол» продемонстрировал то, как нужно реализовывать свои моменты. Хозяева еще четыре раза огорчали вратаря соперника. 6-2. В субботу подопечные Александра Титова сыграют с «Щелметом». Начало матча в «Кристалл-арене» в 17 часов. В этот же день игру проведет и хоккейный «Енисеев». В новой крытой арене команда Ивана Максимова примет старт из Нижнего Новгорода. Для красноярцев этот матч будет носить принципиальный характер. Именно волжане выбили сибиряков из розыгрыша Кубка мира. В четвертьфинале нанеся сокрушительное поражение со счетом 4-0. Начало игры в 13 часов. Ну а в воскресенье на свой домашний матч приглашает баскетбольный «Енисей». В рамках «Единой лиги» в арене «Север» команда Олега Акулова примет латвийский клуб «ВФ». Съемочная группа «Афонтова спорта» и группа поддержки красноярского клуба подготовила для болельщиков небольшую развлекательную программу. Антон Соркин, Михаил Ткачук, «Афонтова спорт». К этому часу все. Сообщайте свои новости по телефону 285-14-14. Пишите нам в Viber, WhatsApp или Telegram. А также подписывайтесь на страницы «Афонтова» в социальных сетях. В студии для вас работала Елена Шабанова. Хорошего всем вечера. Всего самого доброго. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!